В прошлом видео мы узнали, что произошло с монстрами Шрека и как они попали на остров Фиолетовой Жемчужины. Они столкнулись с нападением десятитысячного морского зверя и были отравлены холодным токсином. Поэтому пираты привязали их на солнце, чтобы помочь согреться и восстановиться. Но среди них нету Сяаву. Что же случилось? Получается, что она не была заражена вместе с ними, потому что они участвовала в сражении с чудовищем. Мы помним, что это лишь тело Сяаву, без её души, и она не может использовать духовную силу. А ещё сказано, что она была защищена, в отличие от остальных. Подробности мы узнаем позже. Также мы знакомимся с новым женским персонажем, Фиолетовой Жемчужиной. Она лидер пиратов на этом острове и к тому же достаточно сильный духовный мастер. Её ранг 60-й или чуть выше. А для мастера, владеющего морскими духами, это совсем неплохо. Как уже говорилось, она не такой пират, как Хайдер, который грабил и убивал пассажиров. Она лишь отбирала имущество у богатых и отдавала бедным, часто помогала простым рыбакам. И не стоит забывать, что эти пираты всё-таки спасли монстров Шрека. И как-никак, но пытались их вылечить, хоть и не самым выдающимся способом. Итак, когда Сан пришёл в лагерь пиратов и увидел монстров Шрека в таком плачевном состоянии, он очень разозлился. Но ещё больше он переживал за Сяаву, поэтому он начал искать её и нашёл в комнате Фиолетовой Жемчужины. Видимо, Сяаву ей понравилось, но без души не могла ничего возразить. И тут прибыл Тан Сан. Посмотрите, как он в гневе ворвался к ним в комнату. Он, конечно же, забрал Сяаву, потому что лидер ему не соперник с её силой 68-го ранга. Фиолетовая Жемчужина имеет очень вспыльчивый характер, поэтому Сану пришлось сразиться. Её дух – морская гадюка, и на этом пиратском острове она не имеет себе равных. Но всё же мы прекрасно представляем себе исход боя. Ставки были такими, что Фиолетовая Жемчужина признала Сана своим хозяином и больше не препятствовала его дальнейшим действиям. Вот такие интересные подробности касательно Сяаву и Фиолетовой Жемчужины. Благодарю вас за просмотр, пишите в комментариях, что вы думаете о происходящем и появление какого персонажа ждёте больше всех. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи!